ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Длится перемирие. Действительно, в час ночи по московскому времени стороны прекратили вести огонь из артиллерийских систем. За пять минут до начала режима прекращения огня украинские силовики нанесли последний удар из реактивных систем залпового огня ГРАД. За полчаса до перемирия закончили стрелять артиллеристы Донецкой Народной Республики. Вот так тихо здесь впервые за последние несколько недель. Но последние сутки здесь, у дебальцевского котла, шли ожесточенные бои. Украинские силовики любой ценой пытались прорвать окружение ополчения. Действовали с двух сторон. Использовали мотострелковые подразделения при поддержке массированной поддержки артиллерии. Реактивные дивизионы, дивизионы дальнобойной артиллерии обстреливали позиции ополчения как у горлышка дебальцевского котла в районе населенного пункта Логвенная, так и били по позициям ополчения около Углегорска. Пытались взять под контроль высоты, которые находятся вокруг этого населенного пункта. Несмотря на все попытки организовать контрнаступление и деблокировать окружение, украинские силовики сделать это не смогли. И теперь главный вопрос. Будут ли соблюдать режим прекращения огня боевики так называемых территориальных добровольческих батальонов? Накануне лидер радикальной националистической организации «Правый сектор» уже заявил, что боевики этой организации не будут соблюдать режим прекращения огня, так как Дмитрий Яро считает, что минские соглашения не имеют юридической силы. Вот теперь, когда объявлено перемирие, стало понятно, несмотря на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что до Бальцевского котла не существует группировка украинских силовиков, а это несколько тысяч человек, оказалось в плотном окружении сил Донецкой и Луганской народных республик.